Доброе время суток, на связи Роман Селихудинов и в этом видео мы с вами рассмотрим работу библиотеки распознавания 3d моделей. Рассматривать будем в компасе версия 16, ну а версия библиотеки 4.8. У вас наверное случались такие ситуации, когда вам приходилось из других сапр импортировать детали или сборки и когда вы открывали импортированную деталь в компасе вы видели что нет дерева пострения и уже деталь отредактировать нельзя. Так вот библиотека распознавания 3d моделей она как раз создана для распознавания операций с помощью которых создана деталь и в этом видео мы как раз с вами посмотрим как она работает. Я подготовил специальную папочку с деталями здесь детали посмотрите с расширением степ то есть все детали были созданы солидвор, я их там открыл выбрал сохранить как и выбрал формат степ и сейчас я их буду открывать в компасе и будем пытаться их распознать. Итак я начну с первой. Первую деталь я открою столько. Я ее открыл посмотрите дерево пострения нет и сейчас давайте запустим менеджер библиотек напомню менеджер библиотек находится на стандартной панели запустите его далее перейдите в раздел прочее и подключите библиотеку распознавания 3d модели просто два раза кликните по ней вот меню библиотеки и перед тем как выполнить распознавание нам нужно с вами задать параметры давайте откроем параметры открылась окно параметры здесь поставьте галочку объединять совместные совместимые операции также поставьте галочку от осуществлять параметризацию эскизов первая галочка стоит по умолчанию далее документ модели выберите создать новую деталь сборку ну и дела сформировать по возможности за счет выберите операции выдавливания параметры заданы нажимаем ok и сейчас выполним распознавание два раза кликнем по этой строчке вот распознавание выполнено и посмотрите дерево построение есть то есть можно отредактировать какой-нибудь элемент ну давайте вот например эскиз 2 можно отредактировать можно увеличить либо уменьшить отверстие вот данную деталь система полностью распознал давайте сейчас я другую деталь попробуем нажимаю открыть и выберу детали вариант 7 он деталь деталь также простая и попробуем ее распознать опять же параметры оставляем предыдущие я нажимаю вот здесь вот распознавание элементов и посмотрите в дерево модели здесь вот есть операции без истории давайте сейчас эту планку перемещу вверх то есть посмотрите вот эти элементы библиотека не смогла распознать этот элемент получен выдавливанием принципе это тоже выдавливание но этот ребро жесткости вот эти вот три элемента библиотека распознать не смогла но в принципе остальные остальные элементы распознаны давайте сейчас попробуем листовую деталь открыть таки я открою вот эту вот листовую модель вот нет листовую деталь номер три видео по созданию данной листовой детали вы найдете на моем блоге либо на youtube канале также видим дерево построения сейчас давайте откроем библиотеку и зададим параметры что здесь изменим мы изменим здесь на вот формировать тела за счет листовых операций я нажимаю ok и давайте запустим распознавание и посмотрите вся все элементы они распознаны давайте попробуем выполнить развертку на панели режимы где у нас развертка раскроем список выберем настроить параметры и укажем грань которая будет оставаться неподвижной кликнем по этой грани нажимаем по кнопке создать объект и выполним развертку развертка выполняться с этим библиотека справилась на ура так мы давайте сейчас еще одну деталь попробуем распознать более сложную я нажимаю открыть и давайте выберем так где-то была деталь так вот поддон картера поддон картера идет чтение файла формата в этой детали много операций сейчас вы увидите вот данная крышка попробуем выполнить ее распознавание такие давайте параметры зададим я зайду в параметры здесь выберем сформировать тела за счет операции выдавливания остальные параметры оставим по умолчанию я нажимаю ok и попробуем выполнить распознавание пишет ошибкой чтения параметров то есть данную деталь библиотека видите уже распознать не может ну и давайте попробуем листовую деталь посложнее так вот листовая модель в принципе посмотрите здесь у детали в основном одни сгибы одни сгибы попробуем ее также распознать я зайду в менеджер библиотек давайте параметры измене выберем тела сформировать по возможности за счет и выберем листовых операций я нажимаю ok и попробуем выполнить распознавание ошибка чтения параметров то есть также данную деталь библиотека распознать не смогла давайте еще одну деталь я попробую распознать так это будет крышка вентилятора также видео по созданию данной детали вы найдете на моем блоге либо на youtube канале попробуем распознать зададим параметры и кстати вот здесь вот для чего мы поставили галочку осуществлять параметризацию эскизов чтобы в эскизе также эскиз был распознан со всеми ограничениями то есть отрезки чтобы были с ограничениями вертикальность горизонтальность совпадение точек если они там есть так и здесь давайте выберем тела сформировать по возможности за счет и так как данная деталь она большинство там операции вращения давайте выберем операции вращения я нажимаю ok и сейчас давайте выполним распознавание два раза кликаю в правом нижнем углу посмотрите идет процесс распознавания процентах то есть чем сложнее деталь для библиотеки до тем расчет дольше строится вот мы видим последовательность распознавания таки в принципе все элементы распознаны но здесь вот какая-то ошибка давайте почитаем деталь содержит тела состоящие из частей то есть вот с такой небольшой ошибочкой но в принципе полностью все элементы распознаны и давайте сейчас эскиз 1 я открою посмотрим на него вот эскиз 1 это у нас окружность так принципе здесь никаких ограничений нет так я сейчас выйду из эскиза и открою деталь вот стойка и зайду в эскиз 2 отредактирую и мы с вами посмотрим вот посмотрите ограничения так сейчас я сделал нормальный к эскизу вот посмотрите ограничения также здесь вот есть видите отрезка вертикальность также есть совпадение точек сейчас я вам покажу вот видите совпадение точек вот эти вот ограничения также все в эскизе есть они все распознаны то есть вот почему мы там ставили галочку так ну и давайте сейчас попробуем сборку сборку я подготовил легкую там принципе лестница два компонента сборки так лестница сборка вот она вот посмотрите сборка компоненты здесь боковина их две и поперечины их 5 давайте боковину я сейчас открою в отдельном окне и посмотрите видите здесь операция без истории операция без истории такие сейчас вернусь к лестнице и мы попробуем распознать давайте параметры откроем выберем здесь формировать по возможности за счет операции выдавливания я нажимаю ok и выполним распознавание так закрыть документы компонентов нет ну и сейчас давайте так вот посмотрите поперечина отрядом открылась вкладка поперечина полностью распознана ну и боковина также полностью распознана ну и напоследок давайте сейчас выполню распознавание еще одной детали кубик я сейчас ее открою вот кубик здесь также видите в дереве модель нет истории построения дерево построения и так за и почему-то здесь на гранях не на всех точки но в принципе ничего страшного модель подойдет давайте выполним распознавание для начала я посмотрю параметры оставим от предыдущей операции и я выполню распознавание таки посмотрите также есть операции без истории сейчас палочку подниму вверх и мы посмотрим какие-то операции вот две операции библиотека не смогла распознать то есть здесь операция вращения и операция вырезать элемент выдавливания то есть сначала была получена сфера но потом вот эти вот грани были вот так вот вырезаны то есть видите да вот и две операции библиотека распознать не смогла так я сейчас вернусь кубу вот он и еще вам две опции покажу посмотрите здесь также в библиотеке есть удаление грани и удаление мелких элементов для чего это нужно если у вас у детали есть много элементов но например скругление фасок то вы их можете удалить чтобы распознавание произошло намного быстрее и соответственно ресурсы компьютера будут меньше затрачены давайте я покажу как это работает попробую вот эти две грани удалить я кликнул по одной удерживать больше контру сейчас выберу вторую далее и здесь выбираю удаление грани два раза кликнул вот посмотрите две грани я удалил и сейчас вот такой кубик попробуем распознать параметры оставим предыдущие и давайте выполним распознавание два раза кликнул и смотрим вот сейчас все элементы полностью распознаны посмотрите дерево модели принципе что можно какой вывод можно сделать по библиотеке более простые детали как листовые таки твердотельная библиотека распознает хорошо но посложнее уже детали библиотека распознать не может но я думаю что других версиях библиотеку лучше ты она будет более сложной детали распознавать не забывайте заходить на мой блог по адресу saproblog.ru сюда также выкладываю свои видео уроки но в разделе продукты вы найдете полные курсы по компас 3d вот они здесь все находятся левая колоночка также заходите в группу вконтакте по адресу vk.com в компасе группа называется видео уроки компас 3d solidworks inventor сюда также выкладываю свои видео уроки но и заходите на мой канал на ютюбе по адресу youtube.com slash saproblog либо просто в поиске напишите роман целихудинов и мы вы мой канал знаете по этому банду также сюда я выкладываю свои видео уроки если вы еще не подписаны то обязательно подпишитесь на этом у меня все я желаю вам успехов до встречи и Продолжение следует...